Передо мной стоит шикарная пачка разной пасты и всякого такого. У меня родители недавно ездили по Европе и привезли мне вот такой вот набор разных макарон, соус тут томатный что-то, полотенце какое-то. Короче, но я вот из этого всего, меня зацепили каннелони или почти каннелони, то есть они не совсем длинные. Сейчас давайте распакуем. У нас еще, видишь, элемент анбоксинга присутствует в этом ролике. Круто, да? Так, 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 так. Вот они пачки. Это не реклама, в России вы все равно не купите. И томатный, кстати, соус, сейчас попробуем его. В общем, я вот эти штучки обратил внимание, но они похожи на каннелони, но, мне кажется, они по-другому называются, потому что каннелони, они длинные. В любом случае, я буду их называть каннелони, потому что мне так удобнее. И блюдо, которое мы сегодня приготовим, будет с этими полыми трубочками. Production Lot, то нумерлот энд продакшн. Что это? Сделано в Италии. Вообще, я не понимаю, как это называется. Короче, вот здесь вот слово написано, оно явно не каннелони. Как его прочитать правильно, я не знаю. Не знаю, это вьянский. Ну, в общем, сам факт, что сегодня я хочу приготовить полые трубочки. А каннелони у нас сейчас в магазинах купить не проблема. Они такие же, только подлиннее. И начинить всякой вкуснятиной. А начинять я буду сегодня тоже фантазийно из того, что у меня есть в холодильнике. Назову я это блюдо пиццаллони, например. Ну, что-то типа такого. В общем, сделаем начинку в стиле пиццы. Всякое там мясное, соус, сыр. И начиним эти трубочки. И попробуем запечь. У меня здесь всякая колбасная сорти. Вечиночка. Колбаса сырокопченая. И сейчас, учитывая, что мы будем наполнять не самые крупные предметы в мире начинкой, я буду их нарезать, все продукты, которые будут внутри, я буду нарезать максимально мелко. То есть практически вот в крошку, в труху. Наш фантазийный замес будем делать в какой-нибудь таре. Все складываем вместе. Опа. Берем половину сыра, который я планировал использовать. Натрем на терке. И тоже к замесику его. Так. Дальше сюда можно добавлять все, что угодно. Дело фантазии, опять-таки. Хотите там огурцов, каких-нибудь маринованных, грибов. Да все, что хотите, в общем. Я сегодня фантазирую. Я сегодня готовлю просто ужин. Теперь сделаем легкий соус. Ну, легкий в смысле приготовления. Да, и во всех других смыслах он тоже легкий. Я немножко кожуру вот эту уберу лишнюю. Это томаты. Просто томаты из банки, которые продаются на каждом углу. Оп, оп. Давай. Вот так вот. Все разомнем. Что у нас там внутри? Помидоры. Я не буду ничего с этим соусом делать, его не вываривать, как обычно я для пиццы делаю. Просто использую как есть, с его природной жидкостью, так сказать. Но однозначно, несомненно, мы должны использовать орегано, раз мы говорим про стиль пиццы. Мы должны использовать солюшку. Мы должны использовать черный перчик. И обязательно немножко сахара. Обязательно в такие соусы лучше добавлять. И теперь все перемешаем, но если бы это у нас было горячее или теплое, сахар бы растворился побыстрее. А так нам придется чуть подольше помешать. Я еще добавлю немного растительного масла. Так будет еще лучше. И добавим этот соус к нашему замесу. Но не весь. Часть соуса мы оставляем. То, что нам пригодится для запекания. Я еще сюда добавлю творожный сыр. Ну аля фетта. Кремета. Все, короче, что звучит немножко по-итальянски, мы сюда добавляем. Ветчинетто, сиретто, помидоретто. Все это вот сюда вот бахаем. Видите, этот сыр нам добавляет немножко вязкости нашему месиву. И оно будет плотнее держаться в трубочках. Вот так вот. На дно формы для запекания я немножко соуса добавляю. Он будет парить и, так сказать, варить макароны. Теперь задача у нас довольно сложная. Серьезно. Нам надо все эти макароны начинить хорошенько начинкой. Это запихивание проблематично. Будем стоя запекать. Нестандартно. Я все-таки решил складывать каннелони, потому что у меня есть подозрение, что они могут не пропечься. Лучше сделаю, как и планировал изначально. Этой начинкой не очень удобно начинять каннелони. То есть это не какая-то мягкая там рикотта со шпинатом, типа такого, где можно в кондитерский мешок засунуть и все, да. Поэтому тут вот такой вот метод начинки. То есть я прямо вот буквально вдавливаю снизу вверх, и оно довольно быстро наполняется начинкой. Вот, видите? Раз, и оно наполнилось. Еще немножко, и все. Процесс, конечно, трудоемкий, но это будет вкусно, это главное. В принципе, все. Можно еще по бокам как-то раскидать. Давай еще парочку сделаем. В принципе, минут за пять я справился с начинением каннелони. Трудоемко, конечно, но прикольно зато. Так, еще одну. Все, утрамбовали. Отличненько вышло. Давайте из остатков нашего замеса сделаем еще такие вот мини-бутербродики. А почему нет, да? Просто выложим вот так вот, и будет вкусно. Ну, и как бы мы, в принципе, уже близки к концу, к завершению, если точнее выражаться. В общем, это самое. Вот эта штучка, да, ее можно запекать и так. Но есть вероятность, что не пропекутся макароны, макаронные изделия. Поэтому сверху нам нужен еще какой-то слой какой-то влажной субстанции. И лучше, чем бешамель, пожалуй, не подойдет. Поэтому мы сделаем быстренько соус а-ля бешамель молочно-сливочный. Давайте, до 2 секунды его делать. Бахаем вот так вот маслица сливочного. Подтапливаем. Добавим примерно полторы столовой ложки муки. Все вместе сейчас пожарим. Минутки две. И добавляем молочко по чуть-чуть. Нам важно, чтобы не было никаких таких явных комочков. Лучше, конечно, теплое молоко. Или холодное по чуть-чуть, чтобы оно успевало нагреваться. Примерно пол-литра молока у нас уйдет. На все про все. Когда все размешали, уже можно добавить оставшееся молоко. И теперь, помешивая, будем доводить этот соус до густоты. Параллельно, пока он набирает температуру, еще посолю. Посолю и добавлю перчика. Мускатный орех хотите, добавляйте. Хотите, не добавляйте. В принципе, лишним не будет. Я буквально вот чуть-чуть вот мускатика бахну. Пускай будет. Сейчас соус подзакипит. И буквально в течение двух минут загустеет. Мне кажется, вот такой вот густоты соуса, в принципе, хватит. Можно заливать. Пойдем. Для запекания нам еще сырочек понадобится. Сыр вообще всему голова. Я думаю, хватит. Вау! Распределим соус. У нас внизу томатный, сверху бешамель и сырочек. Все обязательно должно приготовиться. Никуда не денется. Все. И сверху сыр. Отправляем в духовку 180 градусов, полчасика. Ну вот, смотрите. 35 минут у меня на самом деле полежало. Я ждал вот этого красивого подзапеченного цвета сверху. А? Класс! Ха-ха! Про бутики забыл! Так, пускай подзапекутся тоже. Так, смотрите, а? Отлично, макарошки приготовились. Я забыл, как я их выкладывал вдоль или поперек. Знаю, конечно, вот это вот доставание, оно всегда самое сложное. И обидно нарушать эту красоту. Но надо. О! Ну что, ребята, пицца! Блин, название, в общем, неправильное у меня. Пробуем. Пробуем, что получилось. Ну, я первый раз такого намесил, честно. Обычно там с фаршем что-то такое. Болоньезы. Ну, и честно скажу, наверное, вот этот вариант прикольнее, чем все остальные. Черт его знает. Хотя, со шпинатом и рикоттой тоже люблю. Очень вкусный вариант. Могу приготовить, кстати, на канале. У меня еще вот, например, вот эти остались, рогалики. Могу эти рогалики начинить шпинатом и рикоттой тоже. Под запечь показать вам как. Ммм, просто отлично. Запечь это под соусом бешамель прекрасная идея. То есть, наверное, если бы не было соуса бешамель, они бы просто не пропеклись, а он создал как бы шапочку, влажность, и внутри вот эти макароны отлично приготовились. 35 минут по итогу они стояли, отлично приготовились, мягкие, хорошие. То есть, раньше я, ну, даже когда лазанью делал, я что-то заморачивался, немножко листы лазаней, вот эти сушеные, подваривал, еще что-то. Здесь то же самое, в принципе. То есть, когда с лазанью перестал подваривать, у меня стало получаться нормальное, плотное, хорошее лазанья, такая, которая держит форму. То же самое и здесь, то есть, они абсолютно по тому же принципу, что и в лазанье приготовились, и плюс офигенная начинка. Ветчина, вот эта солененькая, колбасочка, да, сырекопченая, все как надо, отлично. Отличный ужин, отличный. Я бы поставил этим канело, не буду называть, ладно, хрен с ним, как я привык. Какая-то полупустая канелонька куда-то вытекла. Короче, я бы поставил вот реально петюлю. Отличный рецепт, советую повторять. Купите в магазине канелони, от Бориллы там продаются, от других производителей. И повторите. Вкус такой, типа, ну, похож на пиццу, то есть, ну, классическая ветчина, томатный соус, то есть, вот это все хорошо. Орегано чувствуется. Кстати, мускатик отлично чувствуется из соуса, бешамель. Вообще, отличный формат, короче. Советую повторять. На сегодня все. Кстати, да, многие, наверное, сейчас начали писать комментарии, а что с бутиками-то? Да вот что бутики. Подзапеклись бутики, что с ними будет? Торж топчик. В общем, всего вам вкусного. До скорых встреч, пока. Ну, бутики нормально вышли. Как хрустает. Слушай, Димаш, тебе понравится вообще. Каннелуньки прям огонь. Вот именно с этой начинкой мне зашло. Я знал, что будет вкусно. Ты знал? чтоλη. Продолжение следует...